Доброе утро всем! Просыпайтесь скорее с нами. Сегодня в студии Дмитрий Соловьянов и Анна Шамбадал. Мы готовы рассказывать все о теме нашего эфира. Тема у нас сегодня совершенно простая. И весенняя. День резиновых калошек. Да, все правильно. А весна это прекрасная пора. Наконец начинает таять снег, от которого мы все немножко устали за зиму. Да. И как раз с этим таянием появляются и проявляются большие проблемы. Во-первых, это половозе. Но с этим специалисты как-то научились справляться. А вот что делать с рыбаками, которые даже весной не хотят уходить с водоема? При том, что с каждым днем лед на озерах становится тоньше, а пребывание на нем опаснее. Об этом стоит поговорить с нашим гостем. У нас в студии Олег Санников, государственный инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Челябинской области. Олег, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какова сейчас толщина вот на данный момент? Опасно или нет выходить на лед? Ну, давайте пока разберем, что такое весенний лед и что такое осенний лед. Да, давайте. Все-таки осенний лед, он резко отличается от весеннего. Если осенний лед, когда идет по нему человек, он трещит и дает о себе знать и предупреждает человека об опасности. Совершенно другая обстановка с весенним льдом. Когда идет рыбак, допустим, весной, он лед бессимптомный, он никак себе не показывает, что... Не трещит? Не трещит, никак не выдает. Все, человек идет, идет, проваливается. И вот этот лед, который был под ногами, он превращается в кашицу. Так. И все, человек оказывается под водой, как говорится. Поэтому, ну, пока, да, лед пока еще безопасен. Ну, как вы правильно отметили, с каждым днем потепление у нас идет. Сегодня он безопасный, через неделю уже выход может, уже на лед нельзя. То есть мы ждем какой-то опасности особо через неделю примерно, да? Через неделю-две. Да, неделя-две, я думаю, уже выходить будет очень опасно. И нельзя получить. И нельзя, конечно. А вы ведете какую-то статистику вот этих вот выходов людей, которые предупреждены вроде как, правильно, что лед уже опасный, но все равно выходят? Статистику мы ведем, конечно, статистика есть. Но я на эти думаю, что она очень резко отличается от реальной. Вот, допустим, за сезон у нас проваливается, это что мы знаем, от 10 до 15 человек. Вот в том году погибло двое, позатом году погиб один рыбак. Ну вот начинаешь, когда с рыбаками разговаривать, то есть когда профилактическую беседу с ними проводишь на озере, он говорит, я вот в том году провалился, а я вот там провалился. То есть они... То есть мы даже это не знаем. Не зарегистрированы. То есть они сами самостоятельно выбираются, или рыбаки им такие же свои помогают. То есть я думаю, что то, что мы знаем, мы не в полную статистику вот так вот. А правда ли, что введена некая система штрафов для людей, которые, невзирая на предупреждение, все-таки выходят на лед, и рискуют? Конечно. У нас предусмотрены наказания, начиная с предупреждения и заканчивая, ну, от 500 до 2000 рублей. То есть за выход на лед, если установлены плакаты, которые запрещают выход на лед, и рыбаки игнорируют эти наши предостережения, выходят, у нас проводятся мероприятия совместные. То есть это с представителями администрации и с представителями сотрудников полиции. Мы совместные мероприятия проводим, выявляем, ну и, как говорится, наказываем нерадивых. А скажите, мне было всегда интересно, в какие суммы вообще это выходит, вся эта операция по спасению человека, в частности, в МЧС? Ну, какие суммы? Тут конкретной суммы я, наверное, вам не скажу. Ну, хотя бы примерно просто. Что, допустим, спасти одного человека, может, это обойдется в десятки тысяч. А вот я вам приведу пример на Аргазинском водохранилище в 2017 году, когда у нас более двух недель проходили поисково-спасательные работы. То есть была задействована и авиация, и более 200 сотрудников, и спецтехника, и плавсредства. Естественно, вы сами понимаете, что это не один миллион рублей обошлось в бюджет. Ну, вот от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Олег, вот знаете, всегда было интересно еще и тот факт, почему люди выходят все-таки на лед. Вот вы, как профессионал, можете сейчас на камеру сказать людям, что уже опасно все-таки выходить? Мне кажется, хоть и неделю еще у нас есть, как вы предполагаете, но никто ведь не знает, насколько погода будет у нас. Вас-то они послушают уж больше. Да, вот всем горожанам абсолютно... Мы этот вопрос всегда задаем рыбакам. И все отвечают, ну, у них как это, наркотик, что ли, для рыбаков. Мы всегда им говорим, что жизнь, она дороже рыбкина. Подождите немножко, неделя, две, три, там, сойдет талая вода, будет безопасно. Берите удочку и тогда вперед на рыбалку. Ну, пока надо посидеть дома, когда опасный период. Точнее, не скажет. Спасибо большое. Спасибо, спасибо вам огромное. Напомню, что у нас сегодня в студии был Олег Санников, государственный инспектор государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Челябинской области. А мы двигаемся дальше и далее в программе расскажем полезные советы, как же защитить обувь от промокания, если не носить резиновых калошек.